Запись пошла. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Просто смотрел график биткоина сегодня и чисто случайно заметил, что та самая трендовая линия еще в 2017 году до сих пор отрабатывает. Смотри, в буллране 2017 года она работала в качестве поддержки. Можно найти 4 точки, от которых цена биткоина тогда отскочила. Однако, уже после того, как цена биткоина пробила эту линию и не смогла повторным тестом оседлать ее заново, биткоин окончательно покинул территорию, в которой его можно было бы назвать оптимистичным. В 2019 году на хайпе DeFi биткоин попытался протестировать эту линию снова, но неудачно. Дикий рост же начался тогда, когда цена биткоина снова подошла к тесту этой трендовой линии. 9 дней подряд цена биткоина не могла пробить эту линию, но когда она это сделала, биткоин снова оказался в зоне оптимизма. Знаешь, что интересно? Прямо сейчас цена биткоина снова тестирует эту пятилетнюю трендовую линию и отскочила от нее вот здесь. Очень не хотелось бы пробивать эту линию сверху вниз сейчас. Ведь тогда, если повторный тест окажется неудачным, мы можем реально оказаться уже на территории пессимизма. В прошлый раз произошло именно это. Цена биткоина пробила эту линию сверху вниз, при повторном ретесте не смогла ее оседлать заново, и начался длительный медвежий рынок, который закончился лишь в 2020 году. Не хотелось бы повторить такой сценарий сейчас. Но видео не об этом. Как тебе вот такой взрывной рост? Биткоин рядом не стоял. Это количество боливаров, которые дают за 1 доллар при разных президентах Венесуэлы с 1908 по 2021 годы. Я даже сначала не поверил, но действительно 1 доллар стоит невероятно много боливаров. Крипто Крейс рассказал историю о своей мексиканской валюте, которая бесценилась в тысячу раз против доллара. Так что правительству пришлось убрать 3 нуля, чтобы не так сильно пугать свое население. Он подытоживает, если доллар такой плохой, то что говорить о других валютах? У этого человека спросили, если бы вы сегодня могли выбрать актив, товар или деньги и забрать с собой будущее на 30 лет вперед, что бы вы взяли? Он ответил, я бы взял биткоин. Кто этот человек? А это Рикардо Салина Сплиега. Он является третьим самым богатым человеком в Мексике. Энтони Помплиано в Твиттере поделился этим видеоотрывком и написал, вот видео, в котором третий по богатству человек в Мексике объясняет, почему он считает, что все традиционные бумажные фиатные валюты являются чистой воды мошенничеством, и почему он хочет держать биткоины в течение следующих 30 лет. Помплиано добавляет, невероятно услышать это от такого человека с таким историческим богатством и успехом. Такие видео, как это, в 2017 году точно привели бы к росту биткоина на 20%, уверен капитан BTC. Безумие, как далеко мы зашли. Люди начинают просыпаться, пишет Черчев Биткоин. Мы можем избегать реальности, но мы не можем избежать последствий этого. Реальность – это то, что мы тонем в фиатном режиме. Что ж, давай послушаем, что скажет Рикардо и почему это так выносит мозги, учитывая, кто это говорит. И что, это почему-то собираем быть в любом парнию росту биткоина на 21 миллионах. главный проект. Поэтому я говорю о Ethereum, что если он не имеет такой финальный уровень, он не будет ничего не дать. Он будет иметь больше, и он вам депрессит. А если я говорил, я тогда в 2001 году, я в городе профессиональной в 1981 году, то сегодня он был к 20.000 за 1.000. Теперь мы будем к 20.000 за 1.000. А мне не рассказывают. И это здесь, в Мехико. Но если мы делаем в Венезуэля, в Аргентине, в Зимбабве, то все. У нас есть цифры. То есть фиат фиат. Это инерентный системы фиат. И мы видим сейчас это происходить в США. Эта цифра была на луна. То есть доллар, как монета дура, это бомбина. Если сегодня Рикаро Савинас-Мьего путешествовал 30 лет в будущем и смогу выбрать 3 формы активов, бьетов, что они получили? Ор, плата, боливар, апельсинов, апельсинов, апельсинов. Нет, нет, нет. Никакого фиата апельсинового. Никакого фиата. Никакого фиата. Никакого фиата. Никакого фиата. Действительно. Если бы я получил биткоин. Биткоин, да. Элиот Трейдс комментирует это так. Так на самом деле это выносит мозг. И я с ним согласен. Один из богатейших людей в Мексике говорит такое. Он прозрел что ли? Его улыбка отвечает на этот вопрос. Надеюсь это только первая ласточка и все больше людей начнут это понимать. Я бы это и в школах преподавал бы. Будь такая возможность. Но возможность есть выступать только на ютубе. Что я и делаю. Благодаря твоей поддержке это видео может увидеть как можно больше людей. Тебе нужно просто нажать на лайк и написать любой комментарий. Большое спасибо. Биткоин имеет ограниченное количество монет и печатать больше не получится. Майкл Сейлор пишет у себя в твиттере. Если вы надеетесь сохранить свое богатство для поколения, Рикардо Солинос предлагает инвестировать в биткоин. Стратегия проста. Выберите актив самого высокого качества и просто холдите его. Самое забавное, что на этот твит Рикардо дал свой ответ. Он написал, конечно, я рекомендую использовать биткоин. И я и мой банк работают над тем, чтобы стать первым банком в Мексике, принимающим биткоин. Если вам нужна дополнительная информация, подпишитесь на меня в моем твиттере. Конечно, обязательно подпишусь. Грех не подписаться на такого человека. Вот, кстати говоря, тебе и инсайт из первых уст. В Мексике появится первый банк в стране, принимающий биткоины. Мексика потенциально может пойти по следам Сальвадора и перейти на биткоин в качестве законного средства сбережения и обмена. Боже, что вообще происходит в этом году? Я не верю своим глазам. Уже не первый раз что-то меня так сильно шокирует в этом году. Это действительно реальность, что ли? О таком в 2018 я и не мечтал. Люди действительно начинают просыпаться. People are waking up to the truth. Как хорошо быть живым в такое время. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Обязательно ставь лайк, если видео тебе понравилось. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию на создание нового контента. А также подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о криптовалюте, которые я делаю. Увидимся совсем скоро. Пока. 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 Пока.